всем привет на связи максим петров я рад приветствовать вас на канале макс капитал мы сегодня будем говорить на тему почему опасно спекулировать обязательно смотрите данное видео до конца чтобы понимать опасности с которыми столкнетесь и что на самом деле у вас есть только два пути по которому вы пройдете при этом один из них плачевные а другой то что вы все равно станете инвестором итак это мое мнение на основе моего опыта клиентской работы в первую очередь и собственной работы тоже приведу свои собственные примеры во сколько мне лично обошлось игра в спекуляцию данное видео хотелось бы выделить наверное три основные вещи о котором стоит поговорить то есть первое вообще понимание спекуляции неоднократно наверное уже всем набила оскомину вот это мое повторение что существует три класса активов три способа зарабатывания денег опять же это не моя градация это градация которую уранбаффет определил в одном из писем к акционерам berkshire headway когда он распределил все активы можно разделить на три класса первое это активы инструмента денежного рынка второе это луковицы тюльпанов третье это коммерческие коровы и так инструменты денежного рынка это облигации высоконадежные инвестиции доходность по которым не покрывает инфляцию более чем в три раза второй класс активов это луковицы тюльпанов где прибыль инвесторов формируется за счет разницы цены то есть происходит какой-то иррациональный рост цены обусловленной тем что количество желающих купить актив гораздо меньше желающих продать и поэтому цена на этот актив растет примеров в природе существует громадное множество то есть просто если вы понимаете этот концепт что ваша прибыль формируется за счет изменения цены а цена в свою очередь меняется за счет того что на рынке большое число покупателей и малое число продавцов по различным причинам то есть это может быть что угодно от луковиц тюльпанов каких-то коинов пирамиды медов не знаем ммм ну все что угодно то есть любой пузырь формируется по таким образом даже акции в определенный момент времени могут стать луковицы тюльпанов когда количество то есть все хотят купить и никто не хочет продать и прибыль формируется за счет изменения цены то в этом случае вы оперируете таким доходом что вы зарабатываете на торговле луковиц тюльпанов как еще можно отнести к спекуляциям как понять что это у вас инвестиция или все-таки спекуляция потому что можно купить акцию я не знаю вы покупаете акцию apple и каким образом формируется ваша доходность то ли вы получаете дивиденды по акциям то ли эта акция растет в цене в случае если ваша прибыль формируется за счет уменьшения доли владения это спекуляция случае если у вас происходит увеличение прибыли за счет увеличения доли владения то это является инвестицией звучит сложно давайте объясню проще и так если вы купили акцию условно да и ваша прибыль или там криптовалюту какую-нибудь купили и то есть чтобы забрать свою прибыль которую вы заработали вам нужно части акции продать то есть количество владения активом у вас уменьшится у вас было 100 единиц актива он вырос со 100 рублей до 150 рублей и соответственно чтобы вам вот эти вот 50 процентов прибыли получить вам нужно количество активов 100 штук уменьшить то есть количество доли владения вас уменьшается прибыль вы получаете за счет разницы цены потому что актив стоит дороже второй вариант когда вы владеете там стал акциями она может быть не изменилась цене а наоборот упала но по акции выплачены дивиденды 10 рублей и вы взяли на эти 10 рублей купили еще одну акцию то есть получается что актив вам сгенерировал денежный поток cash flow который позволил увеличить долю владения то есть количество единиц актива который вы владеете стало больше вот это соответственно это коммерческие корова да то есть в случае с луковицами тюльпанов да этот пример работает что луковица выросла в цене у меня было пять луковиц я одну продал заработал прибыль количество луковица в абсолютном значении у меня уменьшилось второй вариант у меня была корова корова соответственно в течение года давала мне молоко которое я продавал потом в конце года она еще один раз отелилась я продал теленка непосредственно у меня есть cash flow от этого я купил еще одну корову то есть получается что мне корова сгенерировала достаточно количества молока плюс принесла теленка который я продал и за вырученные деньги каш-флоу я купил еще одну корову вот эта инвестиция так вот почему опасна спекуляции по одной простой причине что здесь работают экономические законы спроса и предложения то есть как правило люди которые приходят на рынок за спекуляциями то там очень большое число дилетантов первая проблема связана со спекуляциями второй момент вы должны понимать что если вы покупаете то чтобы заработать вам прибыль вам нужно продать то есть вам нужно не только купить актив вам нужно понимать что завтра будет кто-то кто будет согласиться купить у вас этот актив по более высокой цене в любой сделке которая происходит в рамках спекулятивной торговли в рамках покупки коммерческих коров тоже покупка происходит но то есть есть два контрагента есть один человек который покупает если это вы покупаете как спекулянт в надежде продать по более высокой цене или там продаете в надежде откупить по более низкой цене и вторая сторона контрагент которая вам отгружает эту сделку то есть если покупку он вам поставляет ценные бумаги если продажу он вам выплачивать непосредственно деньги. Всегда на каждом этапе есть две стороны. Кто-то покупает, кто-то продает. То есть вы должны понимать, что вы приходите на рынок, где у вас постоянно будет контрагент. Если мы возьмем совокупность всех активов, которые обращаются, то есть у нас есть некое такое мат ожидания. С чем оно связано? С тем, что всегда в определенный момент времени кто-то проигрывает, а кто-то зарабатывает. И это уравнение, оно идет все время. То есть вы все время находитесь вот в этой постоянной борьбе. Где-то кого-то угадать, узнать, определить, что вот этот товар завтра будет стоить дороже. То есть вы считаете, всегда вы себя считаете, когда вы что-то покупаете или кому-то что-то продаете в короткую позицию. Вы считаете себя умнее, потому что этот актив завтра будет стоить дороже. И вот эти уравнения вы не всегда будете угадывать. В этом заключаются все сложности. То есть чтобы понять вашу готовность к спекуляциям, я настоятельно вам рекомендую поиграть на Windows. Есть такая программа в играх, да, называется Сапер. Просто откройте там самое большое поле и пройдите ее целиком. То есть когда вы занимаетесь спекуляциями, вы подобны вот игроку в игру Сапер. То есть логика там очень простая. Сложного там ничего нет. Если заставить компьютер играть в программу Сапер, он всегда будет раскрывать очень быстро, очень эффективно, да, потому что он очень быстро алгоритм будет рассчитывать, как это работает и никогда не ошибется. Человек, соответственно, по различным причинам. Внимательность, недоспал, там, я не знаю, переспал, настроение плохое. То есть он может совершить ошибку и тогда тебе поле нужно проходить по новой. Соответственно, вот первая такая метафора, да, которую должны вы понимать, что спекуляция, если вы собираетесь там покупать, продавать постоянно, вам каждый раз нужно заниматься разминированием этого поля. И вы всегда должны понимать, что на обратной стороне для вас это человек обезличенный. Вы выставляете заявку, ну, в открытый рынок, вы даже не видите, с кем вы совершаете сделку. То есть давайте вам приведу еще одну метафору. Вам взяли, завязали глаза, сказали, выходи вот на поле, здесь вот противники твои и бейся с вот тебе классная деревянная палка, дубина, да, с которой ты будешь всех разгонять. Завязывают глаза, и вы начинаете этой дубиной махать вправо-влево в надежде стать там царем горы. При этом с таким же завязанными глазами может быть человек с автоматом, с пистолетом, с ножом. Может вообще быть человек с открытыми глазами, со снайперской винтовки, который сидит где-то вдалеке и в безопасности. То есть какие-то крупные хедж-фонды, какие-то инсайдеры, да, которые непосредственно торгуют. И, соответственно, вы выходите завязанными глазами на вот это вот поле в надежде победить всех. И вы считаете, что вы победите. Но теперь давайте разумно подумаем, да, если действительно такая, такие перспективы у вас были, пошли бы вы играть или нет. И опять-таки прибыль заключается в том, что вы должны кого-то ударить, кого-то забрать, у кого-то забрать прибыль. То есть кто-то обязательно должен потерять. Деньги так же, как и закон энергии, да, они там действуют те же самые законы. Ничто не приходит из ниоткуда, ничто не уходит в никуда. Если вы где-то заработали разницу цены, то значит кто-то обязательно проиграл. И вопрос, как вы сами считаете, насколько вы эффективны и как долго вы будете эффективны вот в этой вот борьбе? Играя там с различными игроками на очень большом поле с закрытыми глазами, с не самыми совершенными средствами как обороны, так и нападений. Это вот первые такие метафорические примеры, которые хотелось привести, потому что я сам через это проходил, это были собственные боли, потому что здесь можно говорить о втором этапе, к которым приходит любой спекулянт. Действительно есть успешные спекулянты, но посмотрите опять-таки, что это за люди? Это люди, которые пережили очень много эмоциональных переживаний, они соответственно выглядят совершенно по-другому. Это расшатанные нервы, это очень сложная работа, то есть люди, которые занимаются трейдингом, говорят, это работа, постоянная работа, очень сложная работа, да, какие-то вещи можно автоматизировать и современные средства это позволяют. Можете ли это вы себе позволить? И второе, я не знаю ни одного трейдера, который выжил больше, чем пять лет и не сказал о том, что какой я дурак, что я все деньги, ну, купил бы просто дивидендный портфель или индексный фонд и вообще, в принципе, трейдингом больше не занимался, у меня сейчас было больше денег, чем если бы продолжал непосредственно торговать, то есть это связано с очень мощным эмоциональным выгоранием, очень тяжело находиться в постоянном стимуле и многие, даже трейдеры, которые заработали деньги, говорят, ребят, лучшие инвестиции, индексные фонды, дивидендные аристократы, дивидендные короли, денежный поток, увеличение доли активов, я тоже в том числе через это прошел, то есть за три года за счет спекуляции у меня лично был сформирован капитал порядка 45-50 миллионов рублей, три месяца заняло времени, чтобы этот капитал весь практически слить и еще три года для того, чтобы восстановиться, то есть даже просто, если бы у меня был этот капитал в размере 50 миллионов, который бы я реинвестировал в индексной стратегии с доходностью 15-20 процентов, то у меня бы все равно уже за три года произошло бы удвоение, а я только восстановился непосредственно. И поэтому, когда вы занимаетесь спекуляцией, вы должны знать, что всегда у вас есть два пути. Путь номер один. Вы разоритесь, вы все равно ошибетесь и здесь еще включаются некие такие эмоциональные вещи, когда человек терпит убыток, он начинает увеличивать леверидж. Мы говорили о тех ошибках, которые подстерегают инвесторов, вот здесь вот есть ссылочка, можете по ней непосредственно пройти, посмотреть, и там как раз таки мы говорили, вот этот вот замкнутый крут, по которому бродит любой начинающий инвестор, и когда спекулянт начинает терпеть убытки, соответственно, там начинается вот все собирается, да, то есть там инвестиция с узкой диверсификацией, одна компания, использование плеча, усреднение неразумное происходит, да, то есть человек начинает идти против рынка, да, то есть я всем все закажу, в конечном счете это заканчивается тем, что депозит сливается, и человек или просто ломается, он уходит с рынка и говорит, я буду заниматься другими вещами, сюда я больше не ходу, второе, он берет себя в руки, превращается в инвестора, и в любом случае любой выживший спекулянт через пять лет становится инвестором, поэтому, друзья, если бы я начинал сейчас инвестировать, и мне бы кто-то сказал, дружище, ты в любом случае, ну то есть ты можешь считать себя гением, ты можешь считать, что ты знаешь, как все это работает, такая ситуация сейчас присутствует, то есть я с очень многими людьми общаюсь, и многие люди оказались в растущем тренде, и что называется, они путают растущий тренд со своей гениальностью, то есть это бывает ситуация, когда люди говорят, я все знаю, я могу использовать плечо, на растущем рынке, на коррекциях в пределах 10-15 процентов рынок прощает людям их ошибки, которые в нормальной среде, в отсутствии ликвидности, в ситуации, когда центральные банки все-таки выполняют функцию таргетирования инфляции уровня безработицы, то есть делают свои непосредственные обязанности исполняют, то происходит очищение рынка, происходит банкротство компаний, но происходят дефолты по облигациям, происходит снижение цен на активы, потому что панические настроения головенствуют на рынке, и получается, что так как этого опыта у людей не было, то рынок прощает очень много ошибок, то есть человек может потерять, усредниться с левериджем и соответственно быстро компенсировать свои собственные потери и сказать прокатало, проработало, и сейчас мозг, очень много инвесторов, которые пришли на рынок последние полтора-два года на вот этот вот растущий тренд, сели на него и катятся. И когда были просадки, соответственно, у них есть определенные паттерны, как поступал мозг, какие нейронные связи сформировались, как он будет действовать в случае, если рынок просядет на 5-10%. Вот напишите в комментарии сейчас, рынок просил на 15%, какие ваши действия, что вы конкретно будете делать в этой ситуации. Но при этом нужно понимать, что рынок может просить еще на 50%, да, а многие люди готовы при просадке на 15-20% использовать значительную долю левериджа и плеча, что может вообще погубить непосредственно депозит. Поэтому спекуляции, они всегда связаны с большим количеством времени, они связаны с большой долей использования заемного капитала, оно связано с очень сильным эмоциональным выгоранием, психологическим выгоранием. И, соответственно, в настоящий момент очень много опасности спекуляций заключается в том, что люди не работали на долгое время падающем рынке. То есть рынок это все равно производная от экономики. Если глобальная экономика по признакам заходит в состояние растущей инфляции и падающей экономики, то есть так называемый цуцванг, да, то есть экономика падает, процентные ставки нужно понизить или держать на низких значениях, чтобы экономика заработала. Но у тебя инфляция высокая, ты не можешь повысить. Соответственно, ты находишься вот на развилке, что бы ты ни сделал, вот что бы ты ни сделал, ты не можешь ничего не сделать, ты не можешь оставить все как есть, иначе это будет еще более сильное падение или экономики, или бешеный разгон инфляции. Тебе надо что-то сделать. Но при этом, что бы ты ни сделал, если ты начинаешь таргетировать инфляцию, ты начинаешь повышать процентную ставку и у тебя экономика вообще просто по параболе уходит вниз. Если ты все-таки оставляешь процентные ставки на низких значениях и польешь на инфляцию, и процентные ставки находятся на низких значениях и ты еще печатаешь валюту, у тебя по точно такой же параболе начинает расти инфляция, которая в дальнейшем все равно ты должен будешь повысить процентную ставку и убить экономику. И вот из этой ситуации пока выхода никакого не наблюдается. И поймите, что фондовый рынок это все равно производное от экономики. А экономика находится в таком состоянии. Невозможно повысить процентные ставки, иначе падение будет еще более серьезное. Невозможно составлять процентные ставки на низких уровнях, потому что инфляция будет еще более высокой. Именно в такой ситуации возникает желание и стремление как минимум увеличить леверидж, заниматься спекуляциями, быстро вскочить, быстро выскочить, то есть зарабатывать на этом, ребят, поверьте мне, ни к чему хорошему это не приведет, кроме как к потере капитала. Покупать хорошие коммерческие коровы по одной простой причине, что если мы вернемся опять-таки к основам основ, в любой коммерческой корове заложена инфляционная составляющая. Если у вас есть корову хлеву, какая бы инфляция в стране ни была, на уровне инфляции цена коровы будет увеличиваться. И важно стабильность того денежного потока, того молока, который эта корова несет. Будьте более спокойны. Опять-таки цены на рынке, так как денег не будет, цены на корову могут в моменте упасть. Это касается и акций в том числе. То есть акции, если вы инвестор, вы должны понимать, что акции могут упасть. И это нормально. Но дело в том, что если цена на корову упала, то объем даваемого молока в принципе не уменьшится. И поэтому за счет того, что цена на корову упала, а молоко она все равно дает, телят она все равно рожает, в этом случае вы все равно можете купить вторую, третью, четвертую, пятую корову. В то время как в ситуации со спекуляциями, вы не знаете, когда начнется падение, вы не знаете, когда оно закончится, когда произойдет перелом тренда. А все, что там рисует технический анализ, ребят, почитайте книжку от спекуляции к инвестиции цыганка. Там очень классно рассказано про то, что технический анализ работает 50 на 50. И это опять к вопросу о том, что нет математического ожидания в вашу пользу. Вы можете угадать, можете не угадать. А если вы выбираете для себя угадать, не угадать, и может быть угадать, и рискнуть, чтобы выпить шампанского, это ваше право, это ваш выбор. Я постарался предупредить вас о рисках, чтобы каждую сделку, которую вы совершаете, вы понимали, что вы с закрытыми глазами выходите на поле, ну может быть не с дубиной, но не с самым лучшим оружием, поверьте мне. Потому что на той стороне есть ребята, это касается и российского рынка в том числе, которые видят все заявки, все ордера, объемы, где выставлены стоп-приказы, возят на стоп-приказы. То есть это действительно имеет место быть и готовы ли вы в эту игру играть. Или покупать что-то такое, что постоянно формирует денежный поток и позволяет вам увеличивать долю владения, о которой я поговорил в самом начале. Друзья, у нас скоро на канале выйдет видео топ-5 акций на 2022 год, который наша команда считает будет привлекательным в 2022 году. Поэтому, если вы не хотите пропустить данное видео, подписывайтесь на канал, щелкайте на колокольчик, чтобы получить уведомления о выходе данного видео. У меня же на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания, удачи, всего самого хорошего. Пока-пока.